МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Пятница, 25 декабря. На календаре в эфире ПАДИИ на телеканале ЛОД. Студия Юлия Бетимирова. Сегодня в выпуске. Оберев губернатору, Георгий Тука побывал в Белокуракинском районе. Премии авансом чиновникам. Одно из главных решений сессии Лисичанского гурсовета. А сейчас подробнее. Национальной программе энергоэффективности мелочей нет, сказал руководитель Луганской области Георгий Тука, ознакомившись с работой пиролизного оборудования. Его установили в Белокуракинском спорткомплексе «Здоровье». На обогрев тренировочных залов, где ежедневно занимается до 150 человек, используют древесные отходы. Затраты на весь отопительный сезон не превысят 9 тысяч гривень. Почти 100 детей из школы села Нищеретово приезжают из соседних сел. Теперь их будет возить школьный автобус, подаренный губернатором. Под новогодние праздники в школе полностью заменили крышу. Стоимость работ свыше 900 тысяч гривень. В благодарность нищеретовские школьники подарили Георгию Туке обереги. На наступный рік уже тоже планы есть. И не только про замену веков, даху, а даже про утепление. Взагалі, будинку школы зараз же меркуємо. Тобто, люби наши малеча. Такі чудові гномики. Де ви такі бороди себе взяли, в мене навіть не така велика. Зі святом вас! З новим роком! Лисичанські депутати містного совета отказали создавати комісію по проверки деятельності коммунальних предприятий. Приняли виртуальну программу развития города. І авансом преміровали мэра, його заместителей, секретаря городського совета і управляющего делами. За будущее – высокі показатели в роботі. Як це все происходило в матеріале наших журналистів. ЛНР, ДНР, террористы, Росія – агресор. Активисты напомнили депутатам Лисичанського гурсовета, которые пришли на заседание очередной сессии, що таке решення до сих пор не принято. Представители коммунального предприятия «Электроавтотранс» принесли обращение от трудового коллектива в защиту своего руководителя. Відповідальна просьба от коллектива, щоб ви розглянули нашу просьбу, которую ми послали в письменному віде, і зробили виводи, що, можливо, чоловіка, який показав себе як хороший хозяєн, не потрібно менять. Работає комісія, яка зайдет на ваше предприятие, зробить проверку, ваше письменне заявлення я принял, воно буде рассмотрено і вам будуть выслани мої решення. Не поддержали депутаты предложение о создании Временной депутатской комісії по проверки деятельностей всех коммунальных предприятий Лисичанска. Надо проверить, що, тому що непонятно, куди деньги тратилися ці години. У нас нету качественной воды, нету качественного отопління, нету качественних дорог. Но средства куда-то выделялись. Большинством голосов депутаты приняли программу развития города и поддержали решение о назначении руководству города надбавок и премий в 2016 году. Юлия Бетимерова, Иван Полупанов, Роман Царевский, ПАДИИ. В Луганской области создано 4 объединенных территориальных громады. Две из них, Белокуракинская и Новопсковская, провели выборы в органы власти. По мнению директора Офиса реформ Луганской области Сергея Тихановского, при объединении в общину вопрос регистрации правоприемства имущества упрощается благодаря новому законодательству. А в вопросах финансирования общины только, по его мнению, выигрывают. Они получили дополнительно собственных доходов в бюджет на сумму 12,8 миллиона. Это подоходный налог, который раньше вшел в районный бюджет. Кроме того, они получили напрямую из госбюджета субвенции на образование 18 миллионов и на медицину 3 миллиона. И дотация из государственного бюджета прямая 246 тысяч. То есть все это вместе дает 21,4 миллиона гривен в виде субвенции дотации из государственного бюджета. То есть посчитайте, 21,4 и 12,8 – это 34,2. Это то, что получили их бюджеты после того, как они стали объединенными территориальными громадами. Максимально увеличить украинское теле- и радиовещание на всей территории Луганской области – такие планы Министерства информационной политики Украины озвучил советник министра Александр Бригинец на брифинге для журналистов. С этой целью в Украину поступили телевизионные вышки из Польши, Литвы и США. Общей стоимостью около 10 миллионов гривен. Треба мовлення не просто восстановить, как это кажется, а его создавать заново, потому что на самом деле местные телеканалы были мало развинуты. Можливо, эти информационные прогалини, которые были протягом многих лет до того, они и так же сприяли той ситуации, которая тут сложилась. Когда мы получаем передаватели, первое, что мы пытаемся сделать, это передать эти передаватели местным телеканалам и желательно, чтобы это были муниципальные местные телеканалы. Также Александр Бригинец сообщил, что в ближайшее время планируется установить три большие телевышки на Донбассе и одну на границе с Крымом. И это не вся информация, подготовленная нашими корреспондентами. Далее в выпуске вы узнаете о таком. Народная, значит бандитская, хозяин отжатых автозаправок, главарь ЛНР. Народная, значит ворованная. Вся гуманитарка в сети супермаркетов супруги Плотницкого. Умелые руки. Как изменить внутренний облик офиса или гостиной. Плотницкий расширяет свой бизнес. Теперь у него сеть народных АЗС. На оккупированных территориях до сих пор не решена проблема с отсутствием воды. А российские КАМАЗы возят гуманитарку напрямую в магазины Плотницкого на продажу. Подробно об этом в традиционном обзоре. Главарь террористов Плотницкий расширяет свой бизнес. В незаконной ЛНР вслед за народным супермаркетом появятся народные заправки. Об этом пишет информатор. Сначала планировали открыть 50 АЗС, но удалось отжать больше. Теперь и опсевдоминистра топлива, энергетики и угольной промышленности Олег Юрченко анонсировал открытие 80 ворованных АЗС. Окупанты заявляют, что на народных заправках цены на топливо не будут превышать установленный максимум. Вот правда, этот максимум постоянно увеличивается. Литр бензина сначала обещали не дороже 40 рублей, теперь уже на 10 рублей больше, по 50. Министр самозванец даже успел поведать о запасах топлива в недореспублике. Около 4000 тонн, которые якобы хранятся на Равенковской нефтебазе. Не торгуют им только потому, что Плотницкий не успевает открыть все ворованные заправки. Остальным АЗС до этого торжественного открытия бензин не поступит. Воду дать не обещают. Только 30% населения оккупированного Луганска получает воду круглосуточно, 70% – менее 10 часов в сутки. Таковы итоги работы мэра-сепаратиста Пилавова, пишет «Луганский радар». В Луганском недогосударстве ситуация остается сложной. Работает только Петровский водозабор, но не на полную мощность. Водоснабжение города обеспечивается заброшенными скважинами. Не подается вода на отдельные территории Жафневого и Ленинского районов. Это примерно 800 домов. Если в так называемую столицу воду подают хоть как-то, то на остальной оккупированной части Луганской области этим вопросом не занимаются вообще. Например, на камере ручным СМИ Плотницкий еще в октябре гордо заявил, что антрацит и Красный луч будут получать воду с Елизаветинского водохранилища постоянно. Потом пообещал с ноября, следом с декабря. Теперь и заявлять перестали. Люди никому не нужны. Новогодняя гуманитарка дорого. Сеть супермаркетов «Народный», что принадлежит жене Плотницкого, пополнилась новым ассортиментом российской продукции. Четыре грузовика российского гумконвоя, которые вторгся от 24 декабря на оккупированную территорию, разгрузились на складе бывшего АТБ в оккупированном Луганске. Об этом сообщают соцсети. Местные жители передают час пик. После того, как 10 декабря главарь террориста Плотницкий отказался от российских белых КАМАЗов, это вовсе не означало, что братской гуманитарки больше не будет. Это означало, что помощь завозится напрямую в магазины самозваной власти. Поэтому белые КАМАЗы отвезли еду на склады «Народного». Местные жители предполагают, что теперь стоит ждать предновогодней акции, где бесплатную гуманитарку начнут продавать на 10% дешевле от московских цен. Вот такой заботливый праздничный подарок от Читы Плотницких получат люди. Как создать объемный рисунок с помощью шпаклевки, изменить внутренний облик офиса или гостиной с помощью новых материалов? Это мы учили на областном семинаре мастеров профессиональных лицеев, то есть тех, кто готовит будущих строителей. Как прошел мастер-класс, знает наша съемочная группа. 12 мастеров строительных лицеев со всей области учились делать обычные отделочные работы, но по новым технологиям. Теория, затем и мастер-класс, после чего каждый сделал свои работы. Изюминка в том, что сейчас очень модно украшать интерьеры современных зданий, спалень, общественных помещений с помощью фактурных красок и шпаклевок. Мы будем делать это с помощью трафарета, а также покрывать наш рисунок глазурью. Участники семинара сами вырезали трафареты и шпаклевкой создавали объемный рисунок. Я об этом знала еще раньше, но, скажем так, я это прочитала в интернете, но сама руками еще не делала. Сегодня попробовала первый раз. Новые знания мастера передадут своим ученикам. Юлия Тинеева, Илья Трофимов, Падии. И в продолжении выпуска новости зарубежья. Курс доллара в России будет расти в 2016 году из-за низкой цены на нефть. Такое мнение высказал глава Сбербанка Российской Федерации Герман Греф. Об этом пишет сегодня. Цена уже 35 долларов за баррель, но она упадет еще как минимум на 10%. А это значит, что впереди Россию ждет еще больший упадок экономики. Это отразится в первую очередь на простых россиянах. Замглавы Министерства экономики Алексей Ведев отметил, что официальный уровень бедности вырастет до 16% и достигнет максимума с 2005 года. А независимые аналитики дают еще более пессимистичные прогнозы. Ресурсов поддерживать нынешнюю модель роста экономики у государства больше нет. А других инструментов не создано. В зоне риска пополнить армию бедных находятся от 30 до 50% населения страны. Преимущественно дети, пенсионеры и их семьи. Но власти России до сих пор твердят, что проблем у них нет. И о погоде на 26 декабря. В Луганской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, плюс 2, днем 1,6 градусов тепла. В Северодонецке ночью 0, минус 2, днем 3,5 градусов тепла. В Луганске температура ночью 0, минус 2, днем 4,6 градусов тепла. На этом все. Самая свежая информация о событиях в Луганской области на сайте Лотал-Джиуэй и в новостях Радио Пульс. Обязательно встретимся на нашем канале. Я желаю вам только хороших новостей, приятных выходных. До встречи в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова